Доброго времени суток, дамы и господа, и мы продолжаем прохождение инфра-спейс. В прошлой серии мы как следует поработали и еще переместили парочку производств, теперь у них новое место, мы видим пока что кучу проблем на экране, но это все временно, потому что мы прекрасно понимаем, что просто-напросто это все еще не включилось в полноценную работу, и конечно же, такие проблемы периодически будут возникать. Ну, сегодня нам нужно оптимизировать оставшуюся часть построенных блоков производств, я думаю, вы понимаете о чем я, ну и все-таки я очень сильно надеюсь, что мы сможем сегодня с вами в науку, ну и в развитие города, само собой, поехали. Как только у нас запустилось с вами производство, видите, что здесь началось, но в принципе это на самом деле ожидаемо, но конечно не хотелось бы такого, мне кажется, да, и хотелось бы, чтобы такого не было, наверное, блин, вот здесь мы будем отключать вот этот поворот, попробуем вот так сделать, посмотрим, что из этого получится, и здесь мы, наверное, ну-ка подожди, что-то я не понял, давай посмотрим, здесь у нас так, а здесь у нас, ну да, все правильно, а здесь у нас тупо пробка, да, угу, понимаю. Так, здесь у меня все хорошо, здесь вроде что-то настроено, здесь вроде тоже что-то настроено, тут тупо пробочка, но они решили, что они хотят повернуть, да, но и они, в принципе, повернут рано или поздно, кто-то проедет прямо, в общем, производство-то зеленых схем идет полным ходом, и вот я не понимаю, зачем вот здесь тупить, потому что, почему? Потому что вот так, да, я сделал вроде вот эту штуку, которая мне должна была помочь, но что-то она мне особо здесь не прямо помогает, я бы так сказал. Может быть направить их именно только с одной полосы тогда, да, чтобы они здесь не тупили? Не знаю, не очень мне хочется с одной полосы, но давайте попробуем, по крайней мере, посмотрим, что из этого получится, сейчас какие-то машинки потупят, ну а красные, они будут перестраиваться, вот что самое плохое в данной ситуации, и здесь образуется у нас вот такая вот история. Что можно здесь придумать, я, если честно, не знаю, пока что у нас просто запустилось производство, и сейчас вот эта вот критическая масса всего направилась вот туда, но, в принципе, здесь как таковых проблем-то нету, да, мы не наблюдаем зеленые машинки туда и сюда уезжают, да, вот здесь как бы пробки я тоже никакой особо не вижу, значит, мы здесь понимаем прекрасно, что не хватает зеленых схем пока, что это, в принципе, нормально, и мы прекрасно понимаем, что здесь не хватает вот этих вот замечательных штукенций, которых мы так хотели бы провести побольше, провести, произвести и привести мы хотели бы побольше, но пока что это не получается. Здесь мы видим проблему с углекислым газом, давайте раз видим эту проблему, сейчас, когда все производства запущены, мы будем пытаться ее решить. Ну, конечно же, дорога дает о себе знать, здесь без этого ни одна серия не обойдется, мне кажется, прохождение, поэтому это классика. Я буду сейчас добавлять какое-то количество, надеюсь, что они будут помещаться, они будут мне делать голову, по крайней мере, они помещаются, голову немножечко делают, но это не критично, это я готов терпеть, как вы уже, наверное, догадались, потому что какая уже серия, а я все терплю и терплю. В общем, углерод у нас есть, пока что не хватает людей, 3 400 нужно, 3 88 имеем. Конечно, цифра на самом деле такая, не очень приятная, им нужно тут подумать, куда делать еще жилые дома. Я вам честно скажу, я не осилил между сериями делать дороги, потому что, если честно, у меня тупо времени на это не было, возможно, я займусь этим все-таки после этой серии, но мы прекрасно понимаем, что нам нужно каким-то образом добавлять жилые дома. Ну, образом достаточно простым, нам надо просто переместить, например, отсюда лишние провода, подключить это все немножечко по-другому, ну и, собственно, здесь попробовать что-нибудь приделать. Самый большой вопрос, это какое количество этих домов мне понадобится, потому что людей действительно не хватает, а что-то еще мы точно с вами добавлять сегодня будем, то есть людей нужно как бы с запасом, если вы понимаете, о чем я, и нужно попробовать все-таки это дело осуществить. Ну-ка дайте-ка нам вот сюда еще дорогу, вот сюда по максимуму тоже дорогу, здесь я уже делаю правильные дороги, как вы, наверное, обратили внимание, и сейчас мы приделаем сюда правильные дома, если, конечно, правильные дома сюда влезают. Да, они влезают, но с небольшими проблемами, это, в принципе, несущественно, мы с этим обязательно разберемся, и надо здесь делать еще целый ряд. Сюда влезаешь, ну давай, пожалуйста, без вот этих приколов, я вроде там дорогу делал как положено, а ты мне что-то тут рассказываешь. Все, просто фигачим сюда несколько домов, как минимум, и я думаю, что еще штучек 10 нам прямо надо, да? Короче, сюда не хочешь нормально вставать, я думаю, что стадион у нас будет переезжать, скорее всего, он как бы нужен, но не совсем сейчас, и, скорее всего, не один стадион, поэтому здесь нам придется с вами еще добавлять и добавлять, так скажем, да, потому что этого стадиона будет явно недостаточно, по примеру, например, тех же самых парков, которые тупо производили какой-то ресурс, да, вот стадион тоже у нас тупо производит какой-то ресурс, но этого недостаточно. Ну, во-первых, как бы стадион может уехать вот сюда и чувствовать себя совершенно адекватно, да, мы там потратим какое-то количество ресурсов на перенос, перенос, но это все полная фигня, давайте сейчас делать жилые дома. Какое-то количество домов готово, единственное, что надо проверить, это кислород, потому что без него мы вообще не выживем, но кислорода с запасом, и это замечательно, нет, сюда мне, конечно же, не надо, вот это я хотел бы отключить. Ну, мы здесь понимаем, что, на самом деле, вот это тоже надо приделывать, потому что тут еще пахать и пахать. Слушайте, вообще, жилья 3700, нет ли у вас такого подозрения, что нам не хватает вот этих вот космопортов, потому что уровень низкий какого-то хрена, и я, если честно, не очень понимаю, почему это происходит. То есть вы все-таки хотите, чтобы у нас появилось что-то, что дает вам возможность чувствовать себя еще лучше. Ну-ка, дай-ка я сейчас вот здесь попробую сделать вот так, прямо на ваших глазах. Вроде пока получается, это замечательно. Центральный проспект нужно расширять, и как мне сказали в комментариях, чтобы у тебя однополосная дорога не приходила в двухполосную. Это, собственно, все рушит ситуацию, и становится не очень хорошо. Я полностью согласен с этим заявлением, и с этим высказыванием, наверное, так лучше сказать, и здесь надо просто будет это все перерабатывать. Ну, честно, не нашел я как-то времени это сделать вне записи, поэтому что-то мы нащелкаем сейчас, что-то мы будем делать с вами, наверное, может быть, все-таки вне записи, не буду обещать, но я очень бы хотел постараться, потому что хочется добиться максимально идеальной все-таки инфраструктуры. Вроде что-то получается где-то, но не везде. На самом деле, не сказать, что есть какая-то пробка, вот есть какая-то проблема с едой. Давайте действительно проверим эту всю историю. Вот у нас еда, ну, еда как бы в достаточном количестве. Тут проблема именно в том, что мы просто туда еще не доехали, да? Ну, наверное, надо будет делать что-то дополнительно. Да, видите, у меня тут временная пробочка с едой получилась, что тоже недостаточно... достаточно неприятно, и видно, еду надо тоже куда-то увозить далеко, и потом это все уже подвозить в город. Но это жестко. Да, город можно вот здесь расширить, сделать отдельно еду. Давайте я сделаю это между сериями потом. Может быть, не между этой и следующей, а может быть, там, чуть попозже. Ну, короче, в любом случае я это проверну. Так, ну, смотрите, что у меня получается. У меня получается, что я почти все дороги улучшил. Или все я улучшил, да? Даже все дороги я улучшил, и город вроде немножечко оживает. И это меня радует, на самом деле. Главное, чтобы еда сейчас попадала именно туда, куда надо. И мне непонятно, от чего зависит скорость эмиграции. Если честно, об этом вообще нигде не сказано. Но, по крайней мере, чуть-чуть больше жителей стало. Давайте посмотрим, как у нас тут дела обстоят. Но я так понимаю, что вот тот критический момент, который был у нас, мы прошли. И сейчас все одуплилось и начало работать как нужно. Я вот так и не понял, тормозят ли все-таки эти повороты немножко машинку или нет. Наверное, запариваться настолько не стоит. Я вижу, у меня вот здесь какая-то проблема нарисовалась. Но это классика. Это уже классика. Мы должны здесь, конечно же, что-то поправить обязательно. Куда же без этого? Но в любом случае все работает. Значит, мы определили, что не хватает углерода, но его до сих пор не хватает. А, погоди-ка. Так правильно, его здесь и не будет хватать. У меня же здесь односторонняя дорога. Сюда не подъехать. Сюда просто-напросто не подъехать. Нам нужно тогда взять вот эти вот домики. Я уж удалять их не буду, с вашего позволения. И перенести вот сюда. Я думаю, что нам нужно будет сейчас добавлять еще количество домов, которые производят процессоры. Потому что вот этот ресурс уже необходим в огромном количестве. Я даже, если честно, не представляю в каком. А здесь-то что у тебя? Сюда тоже тебя завести не могут? Нет, сюда должны завозить. Потому что вот, я только что увидел, что завезли. Поэтому ты мне не придумывай. И нужно, чтобы вот эти все штуки работали у нас постоянно. Исходящее хранилище заполнено. Смотрите, нейронный процессор у нас максимум. Но я так понимаю, что эти процессоры на склад-то не едут. А что, мы до сих пор вот сюда еще не загрузили зеленых микросхем? Серьезно. А почему это, интересно, происходит? Я не очень понимаю. Вообще не понимаю точнее. Но надеюсь, что сейчас все будет нормально. Вроде дорога есть. Здесь вы подъезжаете, можете повернуть. Так и какого хрена? Ну-ка, подожди, а покажите мне вот эту вот историю. Я хочу посмотреть зеленые микросхемы. А, ммм, смотрите-ка, что произошло. Вот так вот. Это к вопросу, да что ж ты будешь делать? Это к вопросу о том, что надо, наверное, добавлять еще. И я говорил об этом раньше, что нам придется это делать. И мы сделаем это с вами сейчас как раз таким образом. Забустим немножечко производство бытовой техники. Хотя, в принципе, в этом необходимости никакой совершенно нету. Дорога пока здесь есть. Я, наверное, буду делать еще один ряд чуть позже только. Или, может быть, сразу же сделать. Наверное, надо сразу делать, да? Сейчас я попробую ровно разместить эту хрень, чтобы у меня дорога вставала тоже под углом, под правильным. Изначально я не парился потом по этому поводу. Так, здесь так. Здесь, конечно же, надо было зданию зачем-то самому повернуться до того, как я отменил. Ну и здесь, соответственно, вот так, да? Но мне кажется, что я немного переборщил. Да что ж ты меня бесишь-то опять? Давайте вот так вот подвинем, да? Вот так вроде нормально. И чуть-чуть наверх. Ну ладно, тут можно с ума не сходить. Все. Теперь я могу провести дорогу и сделать еще один массив, который на самом деле делать надо. Единственное, что максимально близко. Как вы понимаете, вот эту дорогу я могу просто дальше немножечко отодвинуть. Да и нужна ли она мне вообще, тоже хороший вопрос. Здесь мы делаем все на таком расстоянии. Сейчас, наверное, здесь какой-то конфуз будет, опять же, по причине того, что машины пытаются проехать туда, куда они проехать не могут. Но мы им сейчас дадим такую возможность. Все, пожалуйста, вы можете заехать. Можете не переживать по этому поводу. Мы сразу добавим тогда ряд. Блин, не знаю, может быть два ряда сделать тогда. Ну то есть я добиваю вот этот вот ряд. Здесь можно не париться насчет ровности. Дорога должна подвинуться вот сюда. Да-да-да. И добиваю вот этот вот ряд. Ну, точнее, вторую часть этого ряда. И делаю тогда на этой стороне тоже, да? Почему бы и нет? Но мы видим, что там прямо вроде запустили только одно производство. А просело все так, как будто у нас целый массив включился. Там на целых 60 единиц. То есть по-хорошему сейчас не хватает просто зелени. И она не едет у нас туда, куда нужно. Она едет в основном на производстве процессоров, на производство компьютеров. Но никак не на технологии. А технологии для нас тоже важны. Ну, здесь вроде достаточно шустро все запустили. Все еще не хватает людей. Как бы жилья 3900. Жилье можно вообще не строить, а только контролировать, что нам хватает того, чего надо для этого. Вот бытовая техника, например. Я не знаю. Давайте здесь посмотрим. Вроде хотели что-то делать с вами, а нихрена не делаем. Движки неинтересно. Вот эти процессоры интересно. Да, или как они там? Нейронный процессор. Все правильно. Интересно, но как бы надо 70. А мы производим 18. 18 вместо 70. Это просто невозможно. Какое количество мне надо еще построить этих штук? Ну, то, что спорта не хватает, это понятно. Парков достаточно. Еды пока что достаточно, но на грани. Кислорода тоже на грани. То есть, что мы знаем точно, это то, что не нужно нажимать не ту кнопку. И то, что нужно здесь добавить еще вот этих вот штукенций сразу. Потому что, может быть, люди поэтому не приезжают, что они видят какой-то небольшой кризис в некоторых домах. И такие говорят, а нахрен нам это, собственно, нужно. Да, мы сюда приезжаем, чтобы нормально жить. А здесь ни кислорода, ни еды местами не бывает. Потом они уезжают, и люди начинают снова набираться. В общем, я думаю, вы улавливаете, да, о чем я говорю. Вот, мы сюда добавляем кислород. Очень плохо, что я вот сюда не могу еще еды добавить. Придется добавлять тогда в эту сторону. Но я, помнится, говорил о том, что еду, наверное, надо уносить куда-то подальше. Я пока что не готов это делать. Если что, здания эти максимально дешевые. Они стоят 10 бетона. И перенести у меня будет их возможность. И, кстати, по-моему, погодите-ка, дайте-ка я посмотрю. Мы вот здесь что-то с вами такое интересное видели. Но, по-моему, не изучили, да? Или изучили. Удобрение. Завод по обогащению почвы. Поставляет удобренную почву на ближайшие фермы и значительно увеличивает их производство. Да, вот это интересно, и, возможно, мы с этого начнем. Мне вообще такая мысль пришла в голову. А что, если люди здесь? Это тоже ресурс, который нужно постоянно завозить. И, то есть, такие здания нужно строить еще, да, например. И тогда люди будут в домах появляться быстрее. Вам так не кажется? Может быть, это все-таки логично и имеет место быть? Давайте будем тестировать. Потому что мне нужно, чтобы люди появились. Я сделаю здесь дорогу, электричество здесь есть. Стоит это 150 бетона. Поэтому я позволю себе построить, наверное, дополнительно еще 3. Но только немножечко все-таки правильно я поставлю. Я имею в виду ровно. Ну, конечно же, здесь нихрена не получается. Потому что мешает, наверное, вот эта вот история, да? Все верно. Все, это заработало почему-то низкий. Я не понял, как сделать высокий. Это очень странно. Вроде жилья достаточно, и вам нужно тупо заехать. Но вы почему-то не хотите. Можно, в принципе, подумать о том, чтобы завести им какое-то количество такой приятной культуры, да, прямо. И сделать это, наверное, где-то, где-то надо. То есть мне нужно сколько-то стадионов. Сколько стоит вообще стадион? Давайте посмотрим. Может быть, это на что-то повлияет. 160 на 300. Ну, как бы видно по ресурсам, да, что я ни в чем не нуждаюсь. Особенно в железе. Что-то... То железа не было, то теперь его столько, что просто девать некуда. Вот это у меня зачем здесь дорога? Она мне больше не нужна, кстати, если что. Она мне больше не нужна, потому что здесь мы с вами возили ресурс, который теперь нам просто здесь нет необходимости держать. И это было какое-то производство там чего-то, наверное, то, что мы сюда перенесли. Скорее всего, это выглядело так, я не уверен. Но вот пока что наблюдаю очень маленькое количество зеленых автомобильчиков вот здесь. Это меня немножечко расстраивает. Это странно, потому что вроде как бы и вот этих нам показывают, что не хватало, а вроде как бы вот здесь 30, да? А почему это происходит? Давайте попробуем разобраться. Если я поставлю вам здесь склад, вы будете сюда складировать эти гребаные процессоры. Вы видите, да, что происходит? Вы поняли, о чем я говорю? Ну-ка, давайте-ка построим вот здесь склад и посмотрим, что будет происходить. Поедут ли машинки? А машинки-то нихрена не едут. А-а-а, так я походу затупил, ребята. Все, я понял, нахрен этот склад. И вот что я не сделал. У меня здесь проезда нету. Они здесь через одностороннюю дорогу проехать не могут. Вот что надо сделать. И тогда сейчас отсюда машины ломанутся. Ну-ка, давайте посмотрим, произойдет ли это. Вот они все поехали. Вот они поехали, да? И здесь машины поехали. Все, теперь мне все понятно. Ну, тут я уже сам дурак, сам затупил. Такое бывает. Все-таки давайте вернемся к нашим стадионам, потому что стадионы нам нужны. Я думаю, что здесь появится парк, да? С парками проблем вроде нет. А если мы возьмем дальнюю какую-то часть, с парками проблема как бы есть. То есть, вы хотите сказать, что нужно либо делать это рядом с жилыми домами. Давайте я на паузе сейчас быстро вот это все перенесу. А куда я это все перенесу? А я без понятия. Ладно, мы пока что подвинем вот сюда. Вот это можно, в принципе, один, наверное, хвост убрать. И я надеюсь, что мы придем сегодня все-таки к науке. Да мы придем по-любому. Я добавлю еще парков. Я как бы не вообще могу. Давайте только посмотрим по людям. Сколько здесь? Четыре человека должно работать. Но вот это уже не так приятно, на самом деле. Потому что с людьми и так проблема. Мы пытаемся сделать так, чтобы люди как бы заезжали. А чтобы люди заезжали, им нужно, чтобы в каждом доме им хватало всего. Ну-ка подожди. А может быть я тогда сделаю парк здесь? Мы вроде говорили о том, что вот эта дорога не имеет никакого значения для нас теперь. И она как бы не нужна. Железо никуда не едет. Отсюда мы подвезли все, что надо, туда, куда надо. То есть вот эта дорога, она полностью лишняя. И вот с этой стороны мы могли бы сделать им парк. Я думаю, что это отличная идея, чтобы завозили с разных сторон. И хрен ты с ним, что я здесь не построю жилых домов. Но город становится большой. И нужно делать таким образом, чтобы жителям было нормально везде. Ресурс, благо, здесь не мешает ничего строить. То есть есть ресурс, нет ресурса. Можно строить прямо на нем. Никто нам не запрещает. Но давайте все-таки построим какие-то стадионы. Я думаю, что раз парки у нас там есть, то мы потом просто их еще добавим. Проведем дорогу. Не, давай сразу вот такую. Знаю я вас. И, блин, либо оставить здесь место, да? Может быть, все-таки оставить. Потому что я буду еще добавлять город. И тогда здесь понадобятся еще парки. А вот сюда парк влезает, интересно. Ну-ка, покажи мне. Так, вот сюда он должен влезть. Ну-ка, покажи мне, что ты влезаешь. Скажи, пожалуйста. А ты не влезаешь совсем миллиметр, да? Ну ты сволочь, получается. Только если вот так размещать. Ну, я не знаю. Можем, в принципе, разместить. Давайте попробуем парочку воткнуть. Потому что, ну, а что, нет. Городу найдем, куда расти. Там еще хвосты можно позакрывать с той стороны. А парки в любом случае пригодятся. Все, с этим вопрос мы закрыли. Мы можем тогда двигаться дальше. Я сделаю небольшой отступ. Потому что здесь нам так или иначе провода нужно тянуть. А нам их, ну, нужно где-то протянуть, чтобы они работали, да? Вот эти вот трансформаторы. Тут как ни крути. Ну и какое-то количество стадионов я поставлю. Давайте посмотрим, какое влезает. Влезает два, и все. Точнее, три. И все. Больше не влезает. Но это не проблема. Мы сейчас сделаем еще несколько. Здесь по известной нам схеме мы будем работать. Будем что-то крутить, что-то вертеть. И надеяться на то, что это сработает. Электричество-то у вас есть, надеюсь. Я надеюсь, что все-таки есть. Но вот такая вот фигня у нас тут получилась. Куча стадионов. Наверное, это так не должно работать, как я это делаю. Но, если честно, я не вижу какого-то другого варианта. Поэтому я буду так делать, как я делаю. Если вы понимаете, о чем я. Давайте, наверное, здесь протянем ему. Чтобы не спереди, а сзади. Потому что здесь я вряд ли что-то построю. А электричество протянуть, это уж пожалуйста. Ну, в общем, мы теперь точно знаем, что парки будут развозить сюда всякую историю. И поднимать здесь, соответственно, эту ситуацию. А ситуацию уже подняли. Я вижу, что не хватает пока какого-то количества компьютеров. И непонятно мне, их добавлять или не добавлять. Потому что процессоров вроде хватает, да? Да вроде да, хватает. Вроде они разъезжаются. Прям не копятся. Но компьютеров что-то непонятно. Давайте посмотрим. Так, компьютеры 128 на 75. Да нет, вообще должно хватать. Единственное, что не хватает движков. Ну и не хватает немножко электричества, мне подсказывает игра. Что-то этот момент я упустил. Мне кажется, я что-то здесь с дорогами нахимичил. Поэтому сюда ничего не завозят. Ну-ка давайте-ка вот на такую дорогу поменяем. Пускай они едут как хотят. Я здесь, видите, сделал кучу односторонних и так далее. В общем, неправильно я поступил. Да, видите, зелень поехала. Хотя непонятно почему. Вы могли снизу поехать и завести вот сюда, да? Я не очень понимаю, почему это так работает. Я же специально так и просчитывал. Ну, короче, ладно. Подождем еще какой-то момент с пробочкой. Да, и ресурсы разъезжаются. И, в принципе, наверное, уже надо готовиться к тому, что где-то у нас будет с вами лаборатория, изучающая все замечательные технологии. Место для нее, если честно, я не знаю, где выбрать. Можно, конечно, и на горе. Но и какое количество этих технологических зданий пока нам нужно, я тоже не очень понимаю. Мне кажется, что мы будем делать по примеру склада. Давайте сделаем здесь, да? Вот такая вот гора у нас будет. Вот такая вот дорога. Четырехполосная, например. Хотя, в принципе, погоди. Ну да, можно сделать такую. А можно сделать... Погоди, нет, стоп. Мы сделаем вот такое вот шоссе. Удалить нахрен. Мы делаем вот это вот шоссе. Зачем мне четырехполосная дорога, если мы едем только в одну сторону? Вот, например, подлиннее сделаем. Вот так. Замечательно. Что делаем мы дальше? Мы просто с вами берем уже обычную вот такую однополосную и делаем гребаную елочку. Ну, вы уже видели, как я это делал. Да, вот таким вот образом, именно пропуская какое-то количество места. Ну и, соответственно, какое-то количество лабораторий мы тоже поставим. Я не знаю, может быть, кто-то смеется, на самом деле, с моей этой елочки. Но, судя по тому, что я увидел со складом, это действительно хрень работает. И, как бы, я ее нигде вроде не подсмотрел, надеюсь, да, что я это сам придумал. Ну, может быть, я, конечно, могу где-то подсмотреть, но в чем я сомневаюсь, потому что прохождение данной игры я ни у кого не видел, по крайней мере. Лично я видел, что кто-то его делал, но смотреть прям не смотрел. Ну, короче, схема моя вроде рабочая. Давайте я сейчас подумаю, как лучше. Наверное, лучше все-таки вот так, с хвостами, потому что чуть-чуть подальше, чтобы было. Ну и вот сколько-то лабораторий у нас теперь сюда помещается. Сейчас я пойму, сколько. Ну, вот такая вот штучка у меня получилась. Ну, теперь давайте лаборатории разместим. Давайте поставим их прямо вот так на край, да, например. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, короче, нормально, нормально лаборатория влезает. Мне кажется, что просто отлично. Вот здесь немножечко косяк вышел, но это, ладно, не такая большая проблема. И даже сюда помещаемся. То есть вот этот хвост мне, в принципе, не очень нужен. Все, вот так вот. Ну и смотрите, теперь сюда нам нужно просто будет тупо подвести отсюда все технологии, которые мы получаем. Выводить, я думаю, нужно откуда-то сзади, потому что иначе это создать здесь вообще какую-то задницу. Они должны выезжать все вот отсюда резко и уезжать вот туда. А что у меня с движками происходит, я не понял. Мы так долго производимся? Ну, вроде производимся. А, здесь пока пробочка, да, у нас. Причем такая нехилая, я вам скажу. А, я понял, что здесь происходит, да. Здесь у меня опять полоса. Непонятно куда. Ну, давай вот так вот хотя бы, да. Здесь не будем закрывать полосы. Вот, и вроде мы как бы поехали. Ну, нормально, нормально. Разруливаем все. Пробочка рассасывается. Здесь все хорошо. Видите, заработала вот эта вся штука. И мы сейчас как поедем, да как туда приведем технологии. Единственное, что я не понял, как я хочу это сделать. И сколько я хочу еще добавлять вот этой всей истории. Потому что добавлять-то придется, скорее всего. И нужно определиться. Ну, ладно, давайте сделаем как. Может быть, это не совсем правильно. И мне не совсем хватает места по моим подсчетам. Но я все-таки сделаю так, что я начну вот откуда-то отсюда. Потом я сразу, наверное, поверну. Да, вот так вот. Прямо вот сюда. Здесь мы с вами поведем вот сюда. Потому что, ну, где-то здесь тоже остановиться придется. Да, выберу я ваше гребанное исследование. Подожди, я пока что тут пытаюсь что-то сделать. Здесь мы поднимемся наверх. Пересечем вот эту вот дорогу. И уезжаем к чертовой матери уже туда, где нам это действительно нужно. А где нам это нужно? Это нам нужно вот на той горе. Эта игра, конечно, идет просто нахрен со своими вот этими горами. Зачем вы сделали горы, если вы не можете сделать так, чтобы дорога здесь с ума не сходила. И я мог ее просто-напросто провести. Но вот такими вот зигзагами у меня все-таки это получается. Это не может не радовать. Единственное, что подожди. А здесь что, электричество не требуется? А может быть такое? Да, здесь нет потребления, похоже, да? Смотри. Вообще нет потребления электричества. Подожди, а люди здесь работают? И люди здесь не работают? А это вообще охренительно, я вам скажу. Очень удобное здание. Ну и теперь нам нужно откуда-то сюда выезжать. А мы будем выезжать сюда отовсюду, получается. Ну, я думаю, что можно сделать как некий, да, такой вот здесь полосой дорогу. Да не надо мне здесь мост никакой делать. Просто сделай дорогу. А, я понял. У меня же включен сейчас мост, поэтому мы его, собственно, и делаем. Но в любом случае удались нахрен отсюда. В любом случае. Я сказал удались. Вот это что вообще такое? Это законно? И мы должны ее просто опустить на землю, так сказать. Спустись на землю, дружище. И сделать здесь вот так, например. Не знаю, насколько это правильно. Мне кажется, что хрень полная. Но мы посмотрим сейчас, как это будет работать. Потому что отсюда все-таки ехать достаточно далеко машинам. И я надеюсь, что это поможет нам решить вопрос с какими-то пробками. Ну а сюда, пожалуйста, уже выводите как хотите, да. Можно вот эту центральную кишку сюда вывести. Она у нас двухполосная. Давайте ее подведем. Блин, это неправильно будет. Это неправильно будет, если я так подведу. Потому что иначе мы тогда здесь и упремся, да, так сказать. Ладно. Давайте пока сделаем вот так вот. Криво-косо. Главное, чтобы сейчас заработало. О боже. Что эта игра делает с гребаной дорогой? Ну вот такая вот загогулина получилась. Все. Все подключено. Электричество там не нужно. Здесь все работает. Сюда подъезжает очень много ресурсов. И они пока что немножечко в пробке стоят. Вот этот ресурс мне непонятен. Это кто у нас? А я хрен его знает. Очень плохо, что я не могу нажать на машину и узнать, что за ресурс сюда едет. Мне не очень нравится вот здесь все-таки. Видите, вот эта история. Вот я как бы хотел от этого избавиться. Хорошо, а если я избавлюсь здесь от этого, да? То есть они не будут пытаться проехать сюда. И мне нужно что сделать? Давай попробуем вот так. Вот так. И что мне это дает? И ничего мне это нахрен не дает. Мне нужно тогда развернуть. Если я разверну, тогда здесь не будет пробки. Правильно же? Они будут просто разъезжаться. И, грубо говоря, более-менее все. Но тогда вот эти сейчас отсюда ломанутся. И поедут все туда, да? Ну и хрен ты с ними. А куда это вы поехали? А, это вы в объезд так едете. Странные вы ребята, конечно. Ну да ладно, это ваши проблемы. Ну что ж, я предлагаю момент X настал. Предлагаю нажать технологию и посмотреть, что произойдет с нашим городом. Надеюсь, что ничего плохого. Сколько у нас людей? Люди очень медленно растут. Я пока не очень понимаю, что мне нужно с этим сделать. Здесь, видите, вроде всего достаточно. Но не везде, согласен. Не везде, да. Где-то нужно поработать над этим. Но все же назначений на нормальном. И как бы, ну, можно как бы голову не делать. Я так понимаю, здесь вообще показан запас. Да, то есть сейчас у нас 10 расход такой-то. Не знаю, сейчас у нас тут 6 расход такой-то. Но вот где-то был расход-то. Покажите мне хоть кто-нибудь этот гребаный расход. Вот, у меня здесь начались проблемы. У меня почему-то техника бытовая поехала вот отсюда. Надо сразу, пока мы обнаружили эту проблему, решить. Здесь у меня проблем быть не должно. Здесь надо уже играться с односторонними дорогами и выводить, наверное, эту всю ситуацию как-то в другую сторону, так сказать. Не знаю, я подумаю пока что как. Не буду здесь ничего делать. Надеюсь, что они разъедутся. Тут у меня и досуг, и всякая хрень едет. Но у тебя что с перекрестком? Подожди. Дружище, вы едете сюда, вы едете туда. А кто у меня едет отсюда вообще? Зачем мне здесь дорога, которая ведет не в одну сторону, да? Мне это ни к чему здесь. Неожиданно, да, они сейчас охренели, что вдруг в другую сторону все стало. И, собственно, все. Едьте, пожалуйста, сюда. Ни в чем себе не отказывайте. Можно заменить дорогу, если вы не против? Да, только сразу же развернуть. Здесь делаем то же самое. Никаких поблажек. Так сказать. Да, вот здесь только из трехполосный в такую, к сожалению. Но, опять же, а могу ли я здесь что-то другое предложить? Ну, вообще-то могу. Я могу предложить вот так. И здесь тогда сделать вот так. Просто-напросто. Тогда вот отсюда они будут сворачивать, если им понадобится. А им понадобится 100%. Можно отсюда, можно отсюда. И сюда они проезжают просто без каких-либо проблем. Я думаю, что сделано все правильно. Будем наблюдать. По крайней мере, вот эта пробка начинает рассасываться. Это уже хорошо. Ну и давайте все-таки нажмем на эту кнопку. Это немножечко страшно. Но я очень хотел бы это сделать. Меня интересует супермагистраль. Я хочу посмотреть, насколько она забустит нашу скорость поездки. Технология включена. И сейчас у нас здесь начинается коллапс, который мы, в принципе, ожидали. Машины пытаются разъехаться. Но они не очень могут это сейчас сделать. Я надеюсь, что у них все получится. Здесь, опять же, неправильно я сделал. Здесь должна быть однополосная дорога. Мне просто все время хочется, чтобы широкая была вот такая четырехполосная. Однополосная, да? Вы понимаете, о чем я, а не трехполосная. И вот они все помчали навстречу приключениям. Давайте теперь посмотрим, как работает наша замечательная елочка. Вот машинки подъезжают. И что мы теперь здесь видим? Они должны заезжать без каких-либо проблем. И то есть задача была именно такова, чтобы не создать здесь никакой пробки. И машины просто находили себе пункт назначения изначально, да? Когда они стартуют из тех домов. Ну, вроде что-то получается. Они рассасываются. И прямо жесткого чего-то такого здесь нету, да? Ну, немножечко жестковато вот здесь. Наверное, здесь надо подумать, что насчет проехать прямо и по этой полосе, да? Вот, например, вот так. И тогда все будет точно отлично. Ну, и можно еще вот эту полосу сюда сделать. Все, и мы будем здесь разъезжаться. Сейчас мы, наверное, то же самое будем все настраивать везде. Но в целом... Да нет, в целом какая-то хрень пока что. Ну, более-менее мы быстро технологию должны изучить. И более-менее машинки все-таки сейчас здесь, видите, в себя приходят. Немножечко тупят здесь. Но вроде не все так плохо. Вроде движемся. Да все просто охренительно. Посмотрите, все едет. Все едет как надо. Здесь сейчас рассосется. Вот эти вот ускорятся. И технология, посмотрите, как быстро залетает. Да, сейчас здесь нет ресурсов. Но мы стоим в пробке, чтобы эти ресурсы привезти. Ну, придется немножечко подождать. Я не знаю, как по-другому сделать. И вот честно, я не знаю. Может быть, не сюда подводить тогда? Может быть, подвезти вот сюда с краю тогда, да? Или подвезти вообще туда, где у нас ничего нигде не пересекается? Ну, короче, как-то пооддали, да, провести. То есть, может быть, даже вот сюда? Не знаю, надо подумать. Ну, короче, вот это это плохое место. Здесь очень много перекрестков. Помните, это все по примеру того, что мы сделали с микросхемами. У меня была в центр, вот в этот перекресток. И супермагистрали, кстати, мы уже изучили. Ну, а мы там переделали, и все стало прям сразу хорошо. Ну-ка, дайте я посмотрю, что у вас здесь. Ой, здесь какая-то дичь вообще, на самом деле. Здесь просто жесть какая-то. Почему вот это вот сюда? Я не понимаю, почему не вот сюда? Ну вот, я что-то сделал, и что-то мы поехали, как бы. Я не очень понимаю, как это настраивается, да? То есть, зачем это настроено именно так? Почему игра изначально это так делает? Сюда я не могу. Ну, типа, ладно, все здесь прямо, значит, не проезжаем. Значит, мы проезжаем здесь только сюда. А почему-то сюда я не могу. Короче, странная хрень. Ну, вы что, угораете, что ли, вам кислорода не хватает? Вы серьезно мне говорите? Вам кислорода не хватает и еды? Ну, значит, следующая технология это удобрение. Странно, что кислорода не хватает максимально. Наверное, все-таки зря я здесь пищу разместил. И надо ее размещать где-то в другом месте. Короче, мне нужен отдельный завод для еды, вы понимаете, о чем я? Целый завод гребаной еды мне нужен. И места я уже как бы под него не нахожу. Ну, почему? Я могу вот здесь, в принципе, организовать. И сделать уже это после того, как технология изучится. Благо, теперь мы технологии можем изучать. Ну-ка, покажи мне. Да нет, здесь вроде все есть. А здесь что тогда? А вот здесь нету кислорода, но вот его завезли. И не очень хорошо дела с едой обстоят. Ну, короче, все, еду надо бустить. Здесь нет еды, в принципе, понимаете, да? О чем я? Сюда мы не доезжаем. А, так я понял почему. Так я понял почему. У меня здесь дорога односторонняя, да? Теперь они нихрена проехать не могут. Короче, здесь надо как-то соединять. Я так думаю. Давайте посмотрим вообще, что такое супермагистраль. Я хочу ее попробовать, черт возьми. Нахрен я ее изучал. Ну вот, например, вот эта дорога. Насколько быстрее мы тут едем? Слушайте, а мы быстрее едем. Ну да, сейчас вот немножечко пострадает наш транспорт. Да, конечно, я понимаю, это не очень приятно, но нам нужно это все улучшить. Скорость-то посмотрите, как увеличивается. И это охренительно. Это просто охренительно. Плохо, что нет какого-то инструмента улучшить все дороги такого-то типа, да, например. Сразу же. Но, к сожалению, мне придется тыкать везде. И даже маленькие клочки, которые вот такие вот остаются, чтобы это нахрен заработало. Короче, все работает, и вроде машинки теперь пошустрее катаются. Я теперь научился, знаете что, поворачивать дорогу, не нажимая вот сюда. Оказывается, надо два раза кликнуть, и она повернется. Почему я раньше этого не знал, я не понимаю, но теперь я понял, потому что я кликнул на улучшение дороги, улучшил ее. Видно, нажал второй раз случайно на то же самое место, и таким образом повернул в другую сторону. У меня железо перестало ехать. А я сижу и думаю, что не так, что я сделал. Вроде ничего не менял, только дорогу заменил. Но здесь у меня опять какая-то пробка, я не очень понимаю, а что это связано с тем, что... Да, здесь меняется вот эта вот штука. Так, а почему я не могу вот так сделать? Нет, могу. Так, а в чем тогда проблема? Зачем мне игра путает, черт возьми? Ну ладно, сейчас это все рассосется, мы тут просто улучшали, что-то тут неправильно настроено было. Сейчас, я думаю, она в себя придет, и все они поедут. Видите, как шустро они катаются, теперь очень быстро доставляют. Вот, и это хорошо, конечно, надо все улучшать, сейчас будет максимально, потому что... Ну, а почему бы нет? Как вы понимаете, штука рабочая, и я, конечно, взял и развернул уже все нахрен в другую сторону. А почему не улучшилось? Потому что у меня R нажато. Все, вас услышал, давайте делать. Если честно, до сих пор не понимаю, куда у меня вот эта дорога ведет, и зачем она мне нужна сейчас. Она мне, по-моему, больше не нужна, вам так не кажется? А мне так кажется. Ну и давайте ее нахрен уберем тогда отсюда. У меня здесь ехала медь, а куда она теперь едет? Медь никуда отсюда не едет. Она больше здесь не нужна. Да, у меня все месторождения сделаны рядом с тем местом, с которым надо. А вот здесь железо что-то не работает. Почему? А, ну потому что мы тут встали в пробку, да? Ну, классно, классно. Но я надеюсь, что разъедемся. Очень надеюсь. Может быть, развернуть вас в другую сторону тогда? Может быть, дать вам возможность ехать здесь? Я не знаю, как-то надо поправлять. Короче, игра мне вообще голову начала делать. Что-то и не могут они разъехаться. Кого из вас пнуть-то, чтобы вы поехали? Ну-ка, дай-ка я вот так сделаю. Хоба, разверну вас. Все, давайте, сваливайте отсюда нахрен. Не понимаю, чего вы фигней страдаете. Синие не могут выехать, эти не могут проехать. Короче, сейчас вот здесь дорогу сделал. Надеюсь, что вы одуплитесь. Что у нас в итоге по исследованиям? Добыча урана? А я исследую добычу урана. Я что-то не помню. Я вообще-то удобрение хотел. Можно мне, пожалуйста, как-то удобрение изучить? Но я так понимаю, что пока нельзя, потому что мы никак не можем добраться до необходимого количества, да, вот, желтых баночек и зеленых. И, собственно, поехать уже в лабораторию. Опять я здесь накосячил с этими гребанными дорогами. Да как вы меня бесите-то, пожалуйста, перестаньте. Вот здесь вот в эту сторону едем. Сейчас город опять начнет загибаться из-за того, что, блин, здесь такой косяк вот с этими штуками. И нихрена не понятно. Ну вот вроде машинки разъезжаются. У вас здесь тоже какой-то перекресток получился, да? Видите, что происходит? А здесь-то надо как бы вот так. И можно даже вот так, в принципе. А мне здесь зачем двухсторонняя дорога? Кто мне подскажет? Никто не подскажет, да? Тогда я, пожалуй, сделаю одностороннюю. Чтобы здесь не было вот подобной фигни. И будет все нормально, я надеюсь. Сейчас машинки не будут больше тупить. И будут пошустрее ехать. У меня вот здесь пробка уже образовалась. Сюда зеленые подъехать не могут. В общем, все встало из-за того, что я здесь затупил. И забыл что-то переделать обратно. Значит, идея по поводу города у меня была такова. Что я, наверное, все-таки буду уже упираться вот сюда. И это будет правильное решение. Наверное. Я не знаю, если честно. Но очень на это надеюсь, да? И что-то сможет подъезжать в том числе здесь. А я тем самым смогу увеличить в дальнейшем количество домов. Наверное, вот здесь я бы перекресток бы не делал. Потому что это опасно. Перекресток после этого съезда. Но явно какая-то часть машинок будет сразу рассредотачиваться на ту улицу, на которой ей надо. Да, вы понимаете, о чем я. И таким образом достигать точки назначения конечной намного быстрее, чем она могла это сделать. Ну, по крайней мере, меня радует, что количество людей прибавляется. Мы все еще не можем с вами накопить нужное количество. Но все же. Все же это происходит. Что у нас здесь? У нас здесь опять какой-то нахрен коллапс. Ну, вот вроде фиолетовые машинки разъезжаются. Я надеюсь, что они дадут возможность остальным. Ну да, что-то здесь опять не так пошло. Вот одну я застопил случайно про одно производство. И все, видите, закончилось очень плачевно. Компьютеры выезжают, выезжают, а выехать не могут, да? Надо, наверное, сейчас это все будет скипнуть. Так сказать, с помощью вот этой вот кнопки. Вот эти все вот машинки отсюда убрать. Да, я понимаю, что это потеря ресурса. Но как бы и хрен на него. Потому что если у меня сейчас все остальное становится, вот это будет по-настоящему грустно. И меня немножечко все-таки расстроит. Не понимаю, почему компьютеры едут с этой стороны вот отсюда, если они могут ехать вот оттуда. Да, это достаточно странно. Ну-ка, дайте-ка я здесь полосы посмотрю. Мне тоже это не совсем нравится. Значит, одна только вперед и одна вбок. Но вот эта-то тоже вперед может ехать. Почему нет? И таким образом мы немножечко подрассосемся. Да, все-таки здесь будет какое-то движение постоянное. Здесь ли надо что-то настроить? Наверное, тоже вопрос хороший. Одна налево, а мы чаще всего налево здесь едем. Поэтому две налево, соответственно, можно ехать смело. Здесь, наверное, тоже какая-то дичь. Да, здесь одна полоса прямо почему-то. А это важная дорога. Вот это можно убрать и ехать вот сюда, например, и не париться. Я думаю, что надо вот этим с фигней заниматься. Видите, сразу свободно стало. Сразу вроде как бы парочку вот этих перекрестков переделали, и как бы движение началось. Ну, конечно, очень плохо, что когда я дороги улучшаю, не сохраняются настройки конкретных перекрестков, и это приходится заново делать. Это максимально грустно и неправильно. Так, здесь все еще какой-то тупняк. И давайте попробуем это тоже оптимизировать. Вот это нахрен отсюда тогда получается. И что мы здесь будем делать? Мы будем делать по-другому. Мы будем доставлять по-другому этот ресурс. Только вот как? Хороший вопрос. Знаете, у меня какая идея появилась? А если я его вот сюда подвезу, либо вообще подвезу его вот сюда? Мне кажется, это отличная идея. Знаете, почему? Просто потому, что это отличная идея, и все, больше тут нечего добавить. Давайте мы сейчас подвинем... Подвинем? Нарисуем. Нарисуем дорогу вот сюда. Потому что здесь я не планирую делать каких-то жилых домов, наверное, все-таки. Здесь у нас будет место для подвоза вот этого ресурса под названием развлечение, или досуг, как он там называется. В принципе, не важно. Важна суть того, что это все должно сработать. Так, ну-ка давай, сделай обратно вот так вот. Здесь, конечно же, какой-то косячок у меня вышел. Давай дорогу вот так сделаем. Все, замечательно. Вот они в итоге сюда нам подают, сюда едут, и хреначат туда в город, да? Уже по вот этой вот дороге. Давайте сейчас протестим, как это будет работать. Просто вот здесь создается лишняя пробка. Вот здесь мы мешаем тоже машинам, а этого быть не должно. В общем, все должно быть с разных сторон. Я надеюсь, что все-таки когда-нибудь мы с вами изучим вот эту технологию. Я не знаю, что должно произойти, чтобы вот эти машинки начали что-то производить в нормальном количестве. Они вообще производят. Почему-то это отсюда не едет. Вот две сейчас здесь есть. У меня опять здесь какой-то косяк с дорогой. Объясните мне, пожалуйста, почему никто не едет? Да, я действительно накосячил с этой гребаной дорогой. Можно, пожалуйста, мне ее нахрен повернуть? Да, вот здесь нам мешает очень сильно тот перекресток, который был построен. Мне здесь надо подумать, что с этим сделать. Здесь надо выводить отдельно. Я уверен в этом. Давайте пока поставим на паузу, так сказать, вот эту вот дорогу. И здесь проведем еще одну. Я думаю, что это будет правильное решение. Вот так вот. И выведем ее вообще откуда-нибудь из другого места, потому что таким образом это все стопит, и это не должно быть так. Это вообще не должно быть так, поэтому мы можем позволить себе... Да нет, наверное, здесь надо сначала делать вот так. Выводить это вот сюда. Да, вот это в принципе ни к чему дорога. Можно ее удалить. Она здесь просто была для того, чтобы я думал, что мне поможет. А на самом деле она нахрен действительно не нужна. Ну и уже вот здесь я сделаю то же самое. Почему здесь прямой угол это не делается? Что ты мне пишешь 90 градусов? 90 градусов относительно чего нахрен ты мне показываешь? Посмотрим, как сейчас себя поведут красные машины. Я очень надеюсь, что нормально, но они... Погоди, а у меня не в ту сторону что ли развернуты? Они должны были поехать. Да, у меня как всегда по классике здесь все. Давай, пожалуйста, мы повернемся стрелочками туда. Здесь стрелочки в нужную сторону, здесь все в нужную. А вот здесь я не переделал, что, кстати, зря. Давайте тоже переделаем. Все, машинки сейчас должны красные отправиться по другой дороге, но только после того, когда зеленые рассосутся. Красные сейчас будут, наверное, стоять тупить какое-то время, но, к сожалению, я им ничего другого не предложу. Опять все настройки сбились. В общем, это, конечно, очень жестко. Это вообще неправильно, я считаю. И как бы я надеюсь, что это доделают, потому что все время к этому возвращаться это такое себе удовольствие, потому что на это уходит очень много времени. Но в любом случае мы побеждаем. И супер магистраль у нас готова. Я не представляю. Вот у нас проблемы в городе уже. Я не представляю, сколько займет времени у меня изучение технологий. Почему-то вообще не изучается. Ну, наверное, потому что нихрена сейчас не ехала толком. Да, вот сейчас поехала. Но здесь перемешку красные машинки с зелеными. Я так понимаю, что красные нашли какой-то путь другой пока что временно. Да, они поехали вместе с компьютерами. Конечно, этого быть не должно. И я уверен, что в скором времени они перестанут это делать. Но это не точно. Видите, они здесь теперь стоят и тупят максимально. Они не могут дальше пока что поехать. Ну, посмотрим, что с этим сделать. Надо, конечно, будет что-то придумывать. Это вообще не вариант то, что сейчас происходит. А может быть, может быть вот эту дорогу все-таки надо сделать вот сюда тогда. Она у меня выводила там, чтобы перекрестка не было. Ну вот давайте сделаем тогда как. Блин, а я даже не знаю, как мы должны сделать. Мы должны сделать, наверное, даже вот так тогда, чтобы уж прям суперэффективно они выезжали с того места. Здесь все криво-косо, но уж извините, пожалуйста, я максимально стараюсь. Игра просто не позволяет. И сейчас вот эти вот машинки поедут сюда. Что у нас по поводу в ту сторону-то вообще нет? Да, вроде в ту сторону. Ну вот видите, красные машины поехали. Все равно им недостаточно сейчас всего этого, потому что вот это должно разъехаться. Оно как бы вроде разъезжается. Видите, вот здесь начинается движ-париж. И сейчас это все должно нас покинуть наконец-то. Но меня единственное, что расстраивает, вот эти вот красные машины здесь. А здесь что, тоже с перекрестком какой-то косяк? Нет, здесь я уже настроил. Здесь я не настроил. Давай настроим. И в принципе здесь-то чего? Ну и здесь вы можете ехать сюда, здесь вы сюда можете ехать. Этот ряд постоянно двигается, чтобы они могли проехать. Ну короче, такое себе. Здесь напрашивается вообще изменение какой-то ситуации вот с этим вот перекрестком, с алюминием. Но алюминий у нас как бы едет тоже в одно из тех мест. И здесь как бы перекрывать нельзя. Но и возить вот здесь тоже не стоит, потому что это все на самом деле тормозит. Это не очень правильно. Но вот я вижу, что красные машины одуплились. У нас какие-то проблемы сейчас с железом почему-то. Железо перестало в адекватном количестве приезжать. Но вот я вижу, что машинки появляются и наверное сейчас разъедутся и все будет хорошо. Опять же здесь какой-то тупняк. Ну правильно, да? Потому что я поменялась здесь опять эта вся раскладка. Это все называется начиная с начала. Меня, конечно, это уже выбешивает, но я все-таки держусь. Ладно, главное сейчас жителей не потерять. Это в принципе основное, потому что без жителей это опять их накапливать туда-сюда. Вот смотрите, видите, здесь что-то происходит нездоровое. И наверное из-за бытовой техники вся эта проблема. Но сейчас это разрулится, я уверен в этом. Видите, тут небольшой коллапс создали мы. Но да, действительно не хватает того, чтобы вот это все ехало постоянно. Ну-ка покажи мне здесь. Так а вы можете вот сюда ехать, не стесняйтесь как бы, потому что это важнее, чем вот это. А вот эти пускай все в один ряд едут. Алюминия вроде как бы хватает и вообще там нет никаких сложностей. Слушайте, вот видите, одна полоса и сразу ситуация кардинально меняется. Но в любом случае что-то работает, что-то неэффективно работает и это надо поправлять. Вот, например, неэффективно нахрен работает вот эта гребанная дорога, которая меня просто вымораживает. Поворачивайте отсюда, сволочи такие, пожалуйста. Едьте прямо тоже отсюда. Вот периодически подбешивает. Я не очень понимаю, почему мы здесь упираемся. А, ну здесь мы упираемся, потому что вот это все забивает, да, но вот сейчас больше не забивает. И поэтому, наверное, здесь все станет хорошо и не будет тормозить здесь вся эта история. Как у нас раньше это все работало, так и продолжит работать. Я, по крайней мере, надеюсь. Вот самое плохое, что из-за смены дорог происходит изменение перекрестка и приходится все настраивать заново. Это вообще неправильно. Это надо срочно поправлять, потому что это просто, просто бесит максимально. Вот, например, вот эти ребята зачем здесь тормозят, тоже я не совсем понял. Видите, они создают затор, как бы который вроде рассасывается, но при этом здесь увеличивается. Эта бесконечная змейка, она дойдет сейчас вот досюда. И какого хрена она здесь образовывается, я вообще не понимаю. Видите, вот опять такая же фигня. Потому что одна машина перестраивается, тормозит все остальные, и начинается вот эта вот дичь, которая как бы заканчивается потом непонятно где. Ну-ка, давайте сейчас посмотрим. Да, видите, вот эта змейка сюда идет, идет, и в итоге приходит вот сюда, и мне все тормозит. Ну, здесь есть какие-то проблемы с механиками, мне кажется, поэтому так все неэффективно работает, а не потому, что, может быть, я что-то вообще не так делаю. Надеюсь, что это все поправится, ну, а нам, наверное, все-таки осталось с вами как-то добиться того, чтобы технологии появлялись, и мы могли с вами наконец-то уже изучить все, что необходимо, и двигаться дальше. Вам спасибо, что смотрели, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал, до новых встреч, и пока-пока.